Вкусил, кучу шмил, а ты швил, шмил, шпили-вили друг друга шпилят-вилят, вот этот, кам, немножко сеть шметь. Привет, приготовьтесь испытать несколько приступов мучительного стыда, потому что с вами снова я, Дмитрий Колизев, и мы будем смотреть самые кринжовые политические видео минувшей недели. Как водится, каждое новое видео будет стыднее предыдущего. И начнем, давайте, с уже полюбившейся нам серии роликов социальной рекламы, в которой россиян агитируют ехать добровольцами на войну. Я буду показывать ролики целиком, если вам в какой-то момент надоест, то можете просто переключить и пойти по тайм-коду дальше. Первый ролик рассказывает трогательную историю дедушки, которому приходится продавать любимую машину, но в последний момент его внук спасает ситуацию и записывается добровольцем, чтобы ехать воевать в Украину, участвовать в агрессивной войне и захватывать чужую землю. Дед, я сфоткал. Что делать? Выставляй на подарок. Хорошо. Дед, ты что тут стоишь? По ней никто не звонил? Завтра в обед придут. Ну ладно. Дед, долго еще? Мне вообще-то ехать надо. Да, конечно, извините. Значит, сразу говорю. Тридцатку больше не дам. Как тридцать? В увелении же. Шестьдесят было. Дед, ты свою машину видел? Тридцать. Ну мы же договаривались. Это корыто старше меня. Тридцать не могу. Мне шестьдесят очень надо. Либо тридцать, либо ничего. Даю минуту подумать. Ладно. Делать нечего. Дед! Саша? Не надо нашу ласочку продавать. А вас я более не смею задерживать. Вы, конечно, извините за беспокойство, но свой шанс вы уже упустили. Дед, я контракт подписал. Теперь уж точно не пропадем. Такое странное видео для людей, которые не могут сложить два и два и понять, что и развязанная Кремлем война, и живущие в нищете старики – это две стороны одной медали. Путин за 22 года правления, несмотря на дорогую нефть, несмотря на расположение всего мира, в том числе стран Запада, не смог значительно поднять уровень жизни и победить бедность в России. Он предпочел мирному развитию страны, милитаризацию и войну. И теперь людей отправляют погибать на эту войну, апеллируя как раз к их нищете. Теперь следующее видео на эту же тему. Вот, скоро на новый телефон накоплю. Алиночка, можно идти на минуточку? Видишь ли, я, конечно, сильно извиняюсь, но у нас опять задержали зарплату. На тебя вся надежда. На, забирай. Спасибо, родная. Ты же знаешь, я как только так... Ну, ты так точно никогда не накопишь. Да, знаю. Папе тяжело сейчас. Он ветеран боевых действий. Чуть старше нас был, когда попал в самое пекло. Получил контузию, а затем и награды. Он был одним из лучших наводчиков. Их танк как-то подбили, а он с товарищами не оставил машину. Они прикрывали его из раненых. Рисковали собой. Папа много раз рассказывал. А сейчас ему тяжело. Он пашет на заводе, а там постоянные задержки. А он все никак не может сходить да разобраться с этим начальством. Даже с мамой из-за этого недавно поругались. Да, понимаю. Мой папа тоже ветеран. Никак не мог привыкнуть к жизни. Но потом ушел добровольцем. Сказал, не может тут сидеть, пока наши ребята там. Ну, мы, конечно, страшно переживаем, но... Он пишет нам постоянно, звонит, помогает. Скоро приедет. Сегодня в Новоуральск, с территории, где проходит специальная военная операция, вернулись военнослужащие войсковой части номер 30. Кстати, для ролика явно выбрали кадры отправки мобилизованных на войну, а не их встречи. Потому что на самом деле никакие мобилизованные, организованные еще с войны не возвращались. Естественно, их никто так не встречал. Замечательно и то, что папа якобы полгода воевал, как нам говорят, со странами НАТО, для того, чтобы купить дочурке новый американский айфон. Интересно, что местом действия выбран город Новоуральск. Это закрытый атомный город. Это вотчина Росатома. Росатом — это до сих пор корпорация, которая тесно связана с первым замглавой администрации президента Сергеем Кириенко. И у меня есть одна версия по этому поводу, но я поделюсь с вами чуть позднее. Пока давайте посмотрим еще одно видео. Антон Сергеевич на совещании. Подождите! Ну ты что, врываешься? Совсем нюх потерял? Хочешь с работы вылететь? Хочу, Сергеевич, хочу. Вот и заявление. Написал. Ты пьяный? Куда ты пойдешь? Где ты найдешь работу в нашем городе? Ты, Сергеевич, лучше думай о том, кто за меня за эти копейки тут и горбатится будет. Я к тебе 15 лет и на тракторе твоем езжу. Сына вырастил, трактор все тот же. Я ведь уже в инкомате контракт подписал. На новенький БТР сяду. А вот где ты на за эту зарплату найдешь другого такого дарака с моей квалификацией? Не знаю. Давно хотел тебе сказать, Сергеевич, Козел, ты жадный. И жадность тебя твоя погубит. Не кашляй. Удачи. На гражданке работал водителем, на траве. Привозил техники. Футболит на гультизирах, экскаваторах. Сюда попал. Сам пошел в инкомат, не стал дожидаться поездки. Работал на бензовозах более 10 лет. Пришел в инкомат добровольцам. Предложили вот эту должность водителям бензовоза. Какого-то у нас специалиста. Направили сразу в часть. Ну, здесь помогаем нашим парням одержать победу. Эти ролики настолько плохие и стыдные, что у многих появилось предположение, что на самом деле это какая-то провокация. Их снимают то ли в Украине, то ли в странах Балтии, чтобы дискредитировать российскую власть. В конце концов, критиковать эти убогие видео стали даже Z-каналы и прокремлевские блогеры. И у меня есть версия. Я думаю, что это действительно не вполне настоящие агитационные ролики. При этом думаю, что Украина или страны Балтии здесь ни при чем. Они сняты в России, с российскими актерами, и для российского заказчика. И мне кажется, что все это часть какой-то истории по борьбе жабы и гадюки вокруг Кремля за кремлевские бюджеты на пиар. В создании этих роликов обвиняют пиарщицу Кристину Потупчик, которая занимается пиаром в социальных сетях для Кремля. Разоблачает ее пророссийский украинский блогер Анатолий Шарий. И меня не покидает стойкое чувство, что все это провокация, в ходе которой одни кремлевские пропагандисты подставляют других в борьбе за огромные деньги, которые выделяются на военный пиар в социальных сетях. Это сотни миллионов рублей. И главный адресат этой провокации, этих роликов, я думаю, как раз Сергей Кириенко. И эти маленькие отсылки к атомным городам, это как раз дополнительная попытка привлечь его внимание. Но при этом я не удивлюсь, если на какую-то часть россиян эти ролики оказывают реальный агитационный эффект. Потому что я смотрю на некоторых мобилизованных и думаю, что это им подойдет. Вот посмотрите на двух пьяных в дупель мобилизованных, которые в Новосибирске вломились в салон оптики, сломали там стойку, а потом устроили скандал и драку с администратором. Отойди отсюда! Ты что делаешь? Отойди отсюда тебе говорю! Отойди! Отошел от меня! Отойдите от меня! Ты что делаешь? Ты, блядь, стоишь возле товара! Ты что, ебанутый что ли, а? Ты что делаешь? Чмо ты остался и чмо мы были. Где твоя камера? Вот смотри. Вот она твоя камера, да? Да. Ну и чё? Я тебе скажу, что ты девочка нахуй его. На эту камеру я тебе скажу. А знаешь, почему ты девочка? А? Ну? Потому что ты никуда нахуй не пошёл, блядь, ёбаный род. А мы пошли, блядь, воевать, сука, за тебя. Отойдите отсюда. Да пошёл ты нахуй. Отойдите отсюда. Впрочем, отмазывать их не стали. И через некоторое время появилось видео с их извинениями. Опять громко и чётко, дорогие мои. Представляйтесь. Младший сержант Степанов Руслан Александрович. Извиняюсь. Извините, пожалуйста, что так вышло. Это честное рассказание. Сержант Березовский. Приношу свои извинения за проделанное, наверное, такое вот. И хорошее вот это вот. Вас познали сейчас, да? Раскаивайте. Что впредь такого не повторится. Впредь больше такого не повторится. Точно? Точно, да. Ну, смотришь, ещё раз, ребят, и вот поедете. Вот по этапу. Но, видимо, уголовное или даже административное дело не заведут. Ну, извинились же, можно простить. Главное, что патриоты. Это сейчас самое важное. Впрочем, и представители более высоких сфер иногда вызывают не меньше стыда. Вот Александр Кибовский, руководитель Департамента культуры Москвы, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, решил на камеру прочитать стихотворение Константина Симонова «Убей немца применительно к украинцам». Вот мы сражаемся с нацистами. Вот к ним никакой пощады, я считаю, быть не должно. И поэтому я от Маташини могу только процитировать, наверное, самые правильные в такой ситуации строки Ксина Симонова. «Так убей же хотя бы одного. Так убей же его скорее. Сколько раз ты увидишь его, столько раз ты его и убей. Работайте, братья». Кибовский, наверное, забыл, что в 1941 году немцы пришли на русскую землю и русские защищались. А в 2022 году это русские пришли на украинскую землю и теперь украинцы защищаются от агрессии. Кибовского, кстати, в свое время считали типа приличным чиновником. Он вроде как покровительствовал Гогольцентру, его любила московская интеллигенция. Но, видимо, в Z-времена сложно удержаться и не зигануть. Ну и какой выпуск ринжовых видео без Владимира Путина? На этой неделе он встречался с журналистами, отвечал на их вопросы. И мне в этом длинном разговоре запомнилось два момента. Сначала Путин начал разводить какую-то конспирологию по поводу того, что войну России против Украины организовали американцы. Нас растащили, разобщили, а потом стравили. Ну вот в этом смысле они добились результата. И это безусловно. А мы в этом смысле потерпели известное фиаско. Но ничего другого не оставили. Может быть и специально тоже и толкали нас к этому, к этой черте. Но отступать-то нам больше было некуда. Вот в чем проблема. Нет-нет-нет-нет, подождите. Я хорошо помню 24 февраля 2022 года. Это не столь уж отдаленное событие, чтобы его забыть. Я хорошо помню, что именно этот человек объявил о начале специальной военной операции. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. И я хорошо помню, что американцы как раз чуть ли не умоляли его не начинать войну. А еще Владимир Путин назвал войну войной. Но наша цель не раскручивать этот маховик военного конфликта, а наоборот закончить эту войну. Но, конечно, ему за это не выпишут штраф и не посадят в тюрьму. А в целом его слова о том, что на самом деле он очень хочет мира, мне напомнили завещание Адольфа Гитлера, написанное в бункере в апреле 1945 года. Это неверно, будто я или кто-то другой в Германии желал в 1939 году войны. Я вносил множество предложений по сокращению и ограничению вооружения, которые грядущие поколения не могут вечно отрицать, чтобы возложить ответственность за возникновение этой войны на меня. Далее, я никогда не хотел, чтобы после Первой злосчастной мировой войны возникла Вторая мировая война против Англии или, тем более, против Америки. Ну ладно, теперь обратимся к другому стабильному источнику кринжа, к Маргарите Симонян. На этой неделе Путин вручал ей очередную награду в Кремле, и она сказала ему, что благодарна за то, что он мочит людоедов. Мне кажется, здесь есть какая-то глубокая психологическая подоплека. Это же явное отзеркаливание. В глубине души они прекрасно понимают, что людоеды во всей этой истории – это они. И, например, я сам часто использую именно этот термин по отношению к российским пропагандистам. Но они спешат перевесить этот ярлык украинцев. Знаете, как Мария Захарова начала называть президента Украины Владимира Зеленского «бункерным». Но тема еды вообще какая-то важная для Маргариты Симонян. Вот послушайте ее пассаж про рестораны. Мы ходим в красивых костюмах, вечером можем себе позволить зайти в хороший ресторан. Ну, на жизнь грех жаловаться, правда же, совсем грех жаловаться. Слава Богу, спасибо Господи. И, понимаешь, и вот работает какая-нибудь акушерка где-нибудь в Акасии, пашет, Света Белого не видит, понимаешь, едва-едва спит. За какие-нибудь, ну, сколько она там получает, я не знаю, ну, совсем небольшие деньги, да. Еще в свой там один какой-то выходной вынуждена думать, вот сюда их потратили, не сюда. Я всегда в такие моменты думаю о таких людях, и перед такими людьми испытываю неловкость. И хочу вот на камеру сказать вот сограждане мои, любимые, дорогие, которые не на виду, ну, которые вы такие, вас таких большинство, я знаю, вот это ваше. Это ваш орден, спасибо вам, что вы такие, что вы есть. И это то, что для меня и составляет мое чувство Родины. А мое чувство Родины и составляет смысл того, зачем я вообще работаю. Так и стоит перед глазами эта картина. Маргарита Симонян сидит в московском ресторане и что-то наворачивает за обе щеки, видимо, бобра, и думает о народе, а на груди сверкает орден. По всей видимости, ордена Маргарите Симонян вручают за пропаганду на иностранные аудитории. И вот как раз на этой неделе вышел свежий ролик Russia Today о том, как страдают и как еще сильнее будут страдать несчастные европейцы. Субтитры сделал DimaTorzok Я сейчас живу в Европе, в Вильнюсе. И вот сегодня, когда я записываю этот ролик, как раз Рождество, 25 декабря. Весь город украшен. В городе иллюминация. На главной площади большая гигантская светящаяся ель, оформленная в виде праздничного торта. В магазинах полно еды, дома тепло. Приходится даже иногда приоткрывать окна или выключать отопление, чтобы было не так жарко. Счета за отопление в этом году в Вильнюсе уменьшились на 3%. Я понимаю, что не везде в Европе так и где-то другая ситуация, где-то действительно цены на отопление выросли, но поверьте, нигде даже близко не так плохо, как пытается показать Маргарита Симоньян. И вот я думаю, что должны думать про Россию и про российскую пропаганду европейцы, которым рассказывают такую чушь, столь далекую от правды чушь о них самих. Но я думаю, что Симоньян на самом деле это и не важно. Ее главные адресаты вовсе не европейцы, а Путин и некоторые окружающие его чиновники в картину мира, которых это прекрасно вписывается, это подкрепляет их картину мира. И они радостно дают Маргарите Симоньян ордена, а самое главное – бюджеты. Ну и закончим с самым стыдным видео этой недели. Владимир Соловьев рассуждает о россиянах, уехавших в Грузию. Итак, мы потеряли полтора миллиона внезапно обретших новую родину, ощутивших себя казахами, армянами, узбеками, таджиками, киргизами, грузинами и получившую медаль за штурм. Они выучили все, что знали, но не нашли там необходимой еды для их изнеженных пидорастическими сетями России магазинов. Как там у нас называлась эта сеть, где сплошная, вот, процветала эта ЛГБТ? Вкусилку шмил, а ты шмил, шмил, шпили-вили друг друга шпилят-вилят. Вот этот, там немножко сеть шметь. Если честно, я даже не знаю, как это комментировать. Мне кажется, что когда придет время, защита Соловьева в суде будет доказывать, что он же был невменяем, психически болен, поэтому его нельзя привлекать к ответственности. Так, кстати, поступала защита нацистского пропагандиста Юлиуса Штрейхера, о котором я рассказывал в одном из предыдущих роликов. Но ему это не помогло, его повесили. Ну все, хватит кринжа. На сегодня мы закончили. Если вам понравилось видео, поставьте лайк ролику, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, что вы думаете. А еще помогайте каналу подписками и донатами. Можно на Патреоне, можно на Бусти, можно спонсорством на Ютьюбе. Работает функция Суперспасибо, если Ютьюб позволяет вам это делать. Есть ссылки для разовых донатов, есть карта, есть крипта. Все есть в описании этого видео. Деньги идут на развитие канала, на съемку новых роликов, ну и еще немножко на психотерапевта для меня. Потому что смотреть все эти ужасные видео каждую неделю довольно сложно. Нужно как-то пытаться сохранить здоровье своего рассудка. Пока!